нет ничего подобного человек который мне пишет хорошие его в жизни заблокирую сырыми вытягивать меня позвонили извините ребят а выбора нет уже мне вот почему что вот это надо от фена сыроватый машин сыроватый мы в ялте всем привет я не могу человека заблокировать со всем аккаунтов просто так на сайте вы получите свой телефон я думаю парировал Мать, тебе сзади тоже делать? Ага. Лучше вспомнить только спереди. Везде. Вид с балкона культура, так, смотрите, смотрите, да. Все пропустили. Когда выступаете? Восемь вечера. Маша, мы там-то тоже тут что-то. А? На телефон сел полностью. Почему-то они не сохнут. Маша, они ведь кучки, они. Когда вот свои, каждый отдельно. А тут в одной кучке много волос. Вот они, вот видишь? Поэтому они не нельзя привеснуть. Ну, пап. Я буду играть в восемь вечера соль на конце, а потом буду играть на конкурсе красоты два произведения в Симферополе. И все. Что? Привет из Украины. Привет, родные. Всем привет. У меня не понимаю людей, которые начинают звонить мне во время прямого эфира. Ну, ты сейчас это не говоришь. Ну, ты сейчас это не говоришь. Ну, я не понимаю таких людей. Несколько раз подряд причем звонят. Да. Хочу оказаться в твоем месте. Мама, это бесценно. Берегите. Мамочка, ты вот сейчас нагнулась, да? Да. Вместе вот, как сказать, с этим. Поняла. С моим волосиком. И прядочка оторвалась сразу. Нет, не оторвалась. И она бы в руках осталась, если бы оторвалась. Ну, здорово. Какие у нее глаза красивые, да? У кого? У мамочки? У тебя. Привет из Тагина. Маша, как ты относишься к тому, что мама в Африке собирает деньги с подписчиков на свой день рождения? Ой. Я считаю, что это отвратительно. Нет, ну, ничего. Почему? Ей так хочется. Пусть соберет. Ну, ты не хватает тебе. С другой стороны, тех, кто не хочет, не отправит. По сути, то что? Она один раз пыталась и на твой, и мы, правда, сказали, не надо. Может быть. Ну, как бы, а может ей приятно. Но я считаю, что... Вы знаете, ей очень приятно, если ей вот пришлют там, ну и что, пускай собирает. Ну, что? Она же никого не... Нет. Она не заставляет. Пришлете, пришлете. Нет, будет нормально. Я подумала, что да, нормально. Мне тоже было бы приятно, если бы у меня профессиональное день рождения. Но я бы не просила никого никогда. Да. Ты знаешь, что Гуар развелась? Конечно, она давно развелась. Еще полгода назад. Сколько капсул наращивается? Сейчас у меня 390. 400 капсул примерно. Выключи фильтр, пожалуйста, пожалуйста. Вот. Я без фильтра. видно. Но без фильтра просто сильно коррекцию видно. А так шикарно все. Блин, опять звонят в прямой пир. Подбирается позор. Что, подбирается? Не понимаю, кто подбирается. Нет, она не подбирается. Ну, пускай ничего страшного. Мама в Африке не собирает. А люди сами просили карту, чтобы познать. Ну, тогда нормально. Да. Ну, кто не посылает, от тебя блокируют. Ну, короче, для меня это бред. Кто хочет, тот чем занимается. Да. Это каждый вот. Я не люблю, когда приходят, когда приходят в инстаграм, и начинают говорить, что ой, там это, а как у того дела, у того. И как будто, знаете, ощущение, что ты уже не в своем инстаграме, а в чужом. Это когда вот мне сейчас, вы начинаете писать про Африку. Типа, ой, вот как ты к этому относишься. Я скажу, знаете, ой, какая же она тварь, например. И вот пойдут, сразу передадут. Прям вот некоторые этим живут. Да я нормально вообще ко всем людям. Меня даже вчера на Дома-2 на шоу спросили, как ты относишься к Лере Фросту. Вот как. Я сказала, что я на нее зла никакого не держу. Я считаю, что самое плохое качество, это когда люди держат на кого-то, ну, обиду. Потому что другому человеку, по сути, похер. Да. Ну, что там в себе плохо. Он только себя съедает этой обидой, там, злобой. Вот и все. Хорошо тебе сделал, смотри. И муж нахер тебе не нужен. Маш, хорошо сделал? Да, давай вот сейчас я сделаю. Где? Наверх, наверное. Нет, вниз. Не надо наверх ничего делать. Нет? Вот так вот, да. Все правильно, Гаш, конечно. Здравия. Задавайте вопросы о Маше. Да, просто у меня сейчас концерт. И я, например... Машенька, ну а что о тебя? Тебя все знают. Они о других тоже хотят знать. Ничего страшного. Хотят и спрашивают. О чем хотят люди? Вы что учите всех? Да. О чем хотят, о чем и спрашивают. А я вот не знаю, как с обидами справляться. Знаешь, у меня вот эти дни были очень тяжелые такие. Ну, морально. Справляйтесь, потому что каждый человек должен поступать, как ему хочется. И как он считает нужным. Вот и все. Правильно. Правильно? Мамуль, а у нас здесь кофе без молока, да? Вообще не знаю. Что оденешь на концерт? Платье цвета морской волны одену на концерт. Одену. А? Надену. А я ческала. Одену сказала? А. А. Какая погода в Ялте? Можешь подержать. Все ужасно виснет. Серьезно? Твой муж не злиться на тебя из того, что о нем рассказываешь. Нет, конечно. Нет, конечно. Ну, почему? Он и не знает, что она о нем рассказывает. Мне кажется, он читает мой инстаграмм. Я знаю об этом. Думаешь? Он все истории мои смотрит. Сторис. Я как узнала об этом. Я написала, типа, у мужа есть дети? Я сказала, нет. Он хочет от меня. И он мне через час позвонил. Сказал, ты почему про меня это пишешь? Клянусь себе. Он мне через час звонит. Ты почему пишешь, что я от тебя детей хочу? Ты говорит, зачем такие вещи говоришь? Я говорю, ну ты же мне об этом сказал. Я говорю, это я тебе сказала. Я говорю, тебя же никто не знает. Не твой инстаграмм, по сути, ничего. Никто нет. Я говорю, ты же не был это на Доме-2. Что ты переживаешь? Ну вот, так и я узнала, что он читает и смотрит все мои истории. Как он в инстаграмме зарегистрирован. Было когда очень больно морально. Не то слово. У меня так было последние два дня, что я ночами ходила вокруг подъезда. А еще мне было так больно, что я заболела на алексии и похудела на 40 килограмм. Все у меня было в жизни. Так и больно. Да, вы не лайкайте. Поэтому это когда вы лайкайте, виснет. Что держать? Маш, потому что я не могу здесь и класть на чужую. У меня дома подставочка. Сколько платят за концерт? Вы знаете, мне кажется, это некорректный вопрос. Бедная мама, и повар, и парикмахер, и собеседница. А почему я бедная? И грузчик, и все на свете. Когда она отдыхать от вас будет? Только сейчас спала. Мне кажется, что... Приезжала час и спала. Только что вот сейчас. Потом, если бы мне было тяжело, я бы не делала. Я вообще хотела быть парикмахером. Привет, Самара. У нас тепло. Маш, клещей не боишься? Боюсь. Слушайте, я безумно боюсь клещей. Потому что мамочка... Как один раз? Каждое лето? Я недооценивала весь ужас, пока у моего косметолога Аню не укусил клещ энцефалитный. И у нее не парализовало вообще весь организм. И если бы она не была врачом, и не сказала вовремя мужу, что делать, она бы умерла. Потому что скорая приехала, и ничего не стали делать. Они бы приехали и уехали. Так было дважды. Слушай, а меня? Три раза подряд, каждое лето, по два раза кусали клещи. Я хотела, сдавала анализы. Ужас был. Ну короче, мы жили как на пороховой бочке вообще. Извини. Да, мама все время с Вовой обнималась, а Вова шарился, жил с Мартом, где вот, ну у нас на просеке дом в Самаре. И он все время тащил этих клещей в дом. Он гулял на улице. Маш, здесь тоже надо, наверное, ты знаешь, нижние. Нижние, конечно. Тогда держи клещи. А ты его клади. Спасить, сохранить. Да, не дай Бог, так никому. 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 Привет, сколько у вас времени? Все у нас уже. Боже, и что с ним делать? Как от этих клещей спасаться? Меня однажды предала мама. Семь лет заставляла себя упростить. До сих пор врусь, что люблю. Реально завидую вашему своему отношению. Ой, мы тоже ругаемся. Нет, я не знаю, как мать может предать. Я считаю, что мать может предать. А как мать может предать? Человек, который вас никогда не предаст, это мать и отец. Никогда. Ну, отец. Не знаю. Ну, конечно, отцом мне... Наш нет. Наш нет. Наш не предаст. Наш не предаст никогда. Детей нет. Я так спать хочу. Я вот сейчас разговариваю, смотрю вдаль и засыпаю. Ой, я так хорошо сейчас. Прямо вздремнула. Ашхабад, я читаю Ашхабад. А ваша мама вам поможет или скажет, найми людей, я спать буду. Странные люди, вы ребенка пошлете. Почему не ведешь больше тренинги? С отцом по-разному, а мать точно. Да, на видео очень маленькое. Кто маленький на видео, скажите? Матери разные бывают. Вот. Ну да, сегодня я не обнимаю меня. Мы сегодня летели в самолете, и с нами летела девочка, ну, женщина, которая занимается благотворительностью, помогает детским домам. Она начала рассказывать, как там оставляют детей, и у меня слезы не вернулись на глаза. Да. Но я не представляю, кто может оставить своего ребенка. Правильно не бывает в случае. Да. Маша, ошибаешься, может предать. А разве ваш папа не предал? Нет, он не предал. Детей он не предал. Но детей нет, конечно. Нет, он с ними, с детьми очень хорошо. Помогает Маше, чем может. Я, кстати, собиралась только у меня на замуж выйти. Я с ним встречалась. Было дело. Очень хороший парень, прям золотой. Я жалею, что не вышла замуж за него. Если он меня сейчас слышит, нет, он меня не слышит, наверное, он меня ненавидит. Он меня ненавидит, но... Ну, просто Асалик мог остаться. Да. Ну, знаешь ли, тоже он слишком эмоциональный был. Нужно уметь мужчине себя сдерживать. Машинка. Ау. Мужчины даже поплакать могут. Нет, плакать это обязательно нужно. Понимаешь, как-то не надо говорить. Я имею ввиду не бить никого. Некоторым мужчинам... А, в этом смысле. Некоторым мужчинам очень тяжело дается тоже в жизни все. Много чего. Как считаете, Ебаров предатель? Он просто долбоёб. А? Слова. Я живу в Туркмении. Здорово, дочь. Я считаю, что он просто... Ну, как бы... Слова не говорит. Ты мне обзывайся. Ну, не хочу даже ничего говорить. Ну, как не говори, да. Подвеску, мам. Это брат мой подарил. И бусы, и подвеску. Маш, что с тобой? Я спать так хочу. Я сижу и вот говорю, и прям засыпаю. Машенька, ты отдохни. Я отдохну. Закрой глазки. Нет, если я закрою, я усну. Ну, и что? Я буду? У нас сегодня выходит выпуск с родителями африкантовой, поэтому... Машенька, у тебя бывают мигрени? Не то слово. У меня мигрени были раньше. Были на доме два такие, что мне вызывали скорую, и мне уколы только помогали. Причём до того были, что я не могла слышать разговоры и видеть свет, и даже звон воды, когда я мало руки, доставлял боль вот в этих местах. Вы представляете? Ну, в висках, да. Я засыпаю, если меня причесывать. Севастополь будет встреча с фанатами, будет. Тебе нужно себя берите. Ну, в 29-го вроде у нас должно быть. Не знаю. Как? Так. День тяжёлый. Мы, я говорю, вчера я на доме два снялась, приехала. Мы где-то до трёх собирали вещи. Выехали из дома. Очень нервно собирали. Очень нервно, да. В четыре приехали, привезли собаку. В полпятого выехали. Нет. Куда выехали? Где-то в шесть выехали в аэропорт. В семь пришли в аэропорт. Прошли все зодоконтроли. Давай-ка мне вот это место. Тебе было жалко, Юля, начало? Слушайте, ну это глупо такой вопрос. Всех жалко. Нет. Вообще, я почему люблю людей? Потому что я думаю, прежде всего, когда умирает человек, не о нём, потому что ему уже по сути похер, а о том, кто остаётся. Родители, дети. Это трагедия просто. Да, мы в том же номере смотрите. Вот он, наш номер. Сейчас пойдём на балкон. На балконе машинку нет. А, интернета нет на балконе. Смотрите, дома. Вот здесь вот на холме стоят такие красивые. Маш, посмотри, сейчас не спалится вот этот. Ай! Не спалится, быстрее, я тороплюсь. Больно. Ну вот, тороплюсь, давай. Я боюсь, что это... А, от мигрени я избавилась. Знаете, нужно спать, когда мигрень. Мигрень – это признак того, что вы перенапрягаетесь очень сильно. Вот. И я пила, не месил, растворяла в пачке постоянно. Погуляйте на берегу моря, пока есть возможность. Да, у нас нет возможности, в том-то и дело. Видите, мы только приехали, пообедали, сразу порепетировали там же. Потом пришли в номер, начали с вами вместе вошли в эфир и собираться. Всё, и уже... Сейчас ужин уже идёт. И мы уже опоздали на него. Уже идёт, да? А сейчас сколько? А сколько время кто-нибудь скажет, дорогие друзья? Да есть, не хочу. Не хочешь? А я хочу уже. Машенька, причеши сама. Сейчас, на минуточку. Я посмотрю. Давай, причеши. Что ты послушаешь? Ну, вот ты понимаешь, я тебе сейчас сделала, а ты рукой всё напортила. Я ничего не портила. Ты нервно, ты не понимаешь? Ну, не надо. Но мне это нервно, я всё равно так буду делать. А, время 19.00, мам. Всё, мы опоздали. Нет, не опоздали. К чему? Поздоль-то. В смысле? А сейчас сколько? Здесь сколько? 19.00. А там во сколько? 20.00? Перенесли. 19.00. Тебе сказали? Где шведский стол у нас сегодня? Ага. Ну, смотри. Очень хорошо. Ну, не пойдём тогда. Как-то не пойдём? Ну, ты же сказала, ты не хочешь ездить. Ну, что ты это хочешь? Я не хочу. Я кофе сейчас попьём в номере. И платье ещё не переодел. Маша-то не выступает сегодня, а я-то выступаю. 7 часов, Машенька. Ой, как больно-то. А тебе какой-то кому? Кому-ка там, потому что давай отрежем его, мам. Покажи мне, чтобы не выдрать просто. Жалко с волосами. Иванчик в Москве. Он в Янту не полетел. Он потом прилетит. Кстати, мне так вот думать, что мне грустно, да? А в прошлый раз здесь Лёвочка был. Приходил. Я очень хочу конфет шоколадных, прям очень. Не знаю почему. Так сильно хочу. Чего конфет не хватало тебе сейчас? Да, судя по тому, что я съела макароны, булку. Смотри. Маш, ты знаешь что, сейчас пробор не на том есть. Как не на том? Ну, как бы так он не очень хороший. Это вообще не мой пробор. Это не ты. Давай, сделай, давай. Подожди, я сделала мой пробор, и ты да вытянешь меня. Ты, Маш, сидишь еще, так не видно ничего в этом халате. Так вот тут, я ничего не вижу. Ма, а уже ничего не сделать. Чего? А у Нажелек из-за утюжка так. Ну, перележет. Как? Все в наших силах. Давай вот здесь вот так. А, все вот так. Покажи. Вот, все. Давай вытянем его. Ну, дай меня посмотри. Смотри. Нет. Да пускай так будет, это волосы так растут. Так. Дай мне вот эту шеверюшку одну маленькую. Шеверюшку. Вот и возьми, поставь. Какая вытяжка. Ооо. Дорогие друзья, мы упали с вами немножко. Я что, просто, на вас как бы. Что? То ли новым уже растут, то ли что. Нет, это вы только сделали, я попросила Карина нарастить челку. Нет, это твои маленькие. Вот это прям коротенькие, коротенькие. Только вылезли, еще начали расти. Час стрелки не хватает, да? Какой? Для глаз. Ой, а мне, 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 нравится. А тебе хочется. Вот видишь, сверху не сделала. Не надо. Ты уверена? Не надо. Так, ребят, быстрее. Нужна стрелка или нет? Быстрее, скажите пару слов. Так вот это я сделаю сейчас. Да. Долетели. Ну, когда садились, самолет очень шаттл. О, купаться пошли, ребята все, смотри. Вот, все купаются. Можно? Да я немного. Что нужно? Сейчас вам покажу, смотрите. Машенька, присядь на минуту еще раз, сейчас. Блин, я не знаю, как объяснить, у меня такая ностальгия по Ялте. Дайте Ялте. Мне было 11, потом я приезжала, мне было 16 с папой с тобой. Ну, все хорошо. Мне так плакать хочется. А ты сейчас взрослый уже. Просто тебе месячек. Почему не хочешь плакать ужасно? Ладно. Не заплакать. А, вот здесь вот, вот это все. Да вот это сделаем. Где? Порядочку. Какой. Самое главное. Вот это. Давай. Куда играла, она красиво лежала. Давай. Зиверт играет live. Ну, как? Вот. Мне кажется, макияж не очень. Очень шикарный. Ты меня специально так вспыхаешь? Нет, зачем? Ты губы еще сделаешь блеском просто? Я их вообще не красила еще. Ну, вот и все. Хорошо бы. Шикарно. Красавица. Да. Что-то я так загрустила. Это плохо. Все, дорогие друзья, давайте доделаем и выходим. Смотрите еще раз. Выключать? Что? Выключать? Этот. Как называется? Плойку выключать? Да. Вроде. Я сейчас даже фильтр выключу, смотрите. Сразу приостанавливается, короче. Смотрите. Смотрите, какие босоножки с собой взяла. Красивые? Мам. Мам, мне выгляжу просто ужасно, мам. Ну, неужели ты не видишь, мам? Шикарно выглядишь. Все, мне все не нравится. Что-то у меня какое-то непонятность станет. Так, ладно, сейчас. Мамой, давай стрелки на крон. Маша, разве можно по себе внушать? Я не знаю. Мне не нравится. Ну, ты прекрасно. Нет, я считаю, что я плохо выгляжу. Что мне делать? Ну, я не знаю. Ну, просто... Маша, ну, почему ты себя не любишь-то? Не знаю. Лобочка моя. Ну, за что же так? Прекрасно ты выглядишь. Очень хорошо, моя хорошая. Замечательно будешь. Что с тарелки делаем, да? Дорогие друзья. Мама, поставь сейчас чайник мне, я кофе выпью быстро. Может, мы пойдем? Нет, я усну, там же не дают кофе. Она сказала мне. Эля. Да? Угу. Я люблю кофе. Ой, не хватает улыбки, это точно. Мама тоже сказала. Мама, а ты это в чем выступать будешь, можно узнать? А? Покажи. Ну, я бы, чтобы знать, как гармонировать с тобой. Как гармонировать? Ну да, ты в чем будешь выступать? В смысле, я буду стоять с тобой играть? Я могу в своем цветном. В цветном? Да. Как? О, в цветном. Давай, в цветном. Покажи нам всем, пожалуйста. Ну, не начнется. Мама, я жалко, я ежемочки не взяла. Мама в цветном платье сегодня будет выступать, кажется. Маша, какое здесь время? Время московское здесь. Московское? Ну, наверное. А может и нет. А если нет, то сейчас уже десять минут девятого. Масковское здесь время. Мне бы Эля позвонил уже миллион раз. Если бы я опоздала на концерт. ой смотрите у нас платье смотрите как я покажу покажи как гармонирует а ты это платье взяла со шлейфом да очень красиво шикарно мамуль а обувь какая у тебя будет покажи туфли золушки туфли писька королева или черный надену черные или могу свои серебряные какие с камнями сваровски суши мне можно подплать вот эти одеть или нет я вот думаю босоножки масштабе еще что вариант какой я думаю какое платье одевать если честно почему мне кажется лицо широковато или мне кажется уже я не знаю все тогда будем в этом да я покажу платье свое я буду вот в этом дорогие друзья а я показываю себя мам что себя показываю а я забыла золотые туфли блин твои которые ты мне подарила я волнуюсь потому что перед концертом дорогие друзья я не загоняюсь а очень волнуюсь это всегда волнительно вот вот в этих туфли до машинка а в каких босоножках вот в этих и кстати более устойчиво да будет каблук так ночью будем вот в этих или в этих да я тоже думаю босоножках так дорогие друзья кто выйдет в эфир восемь вечера не будет 38 размер туфли шик запахе лучше кстати они очень красивые смотрите у ксюши бородиной такие же она там же брала их где я так что я в них пойду мамой тебя на работе оставили только что вот сообщили что извиняются за то что такая ситуация вышла лешенька спасибо родной я тебя поздравляю официально тебя оставили на работе он сейчас мне написал в эфир дорогие друзья давайте все поздравим вам спасибо вам давайте тебя маму тебя все поздравляют маму тебя оставили поцелуй меня я тебе новость сообщил что скажешь наверное они поняли что все весь эфир сказал что от такого человека как-то отказаться нельзя понимаешь мамой но все ну поздравляю родная ура ура вот все это еще бы как они могли потерять такого педагога потрясающего давай что ты берешь да все мама летит в тай и и при этом еще не увольны все у тебя ты пись королеву пошла на балкон быстро смотрите ушла быстро царица это глитало а когда вы сейчас написали на на столе сразу поднялось то что мама сегодня в самолете плакала из этого быстро смотрите видишь а ты меня ругала так теперь извинись передо мной официально но извинись за то что ты сказала зачем-то брала путевки в тай оль все никто передо мной не извиняется все дорогие друзья я сейчас буду одевать платье давайте вы посмотрите на меня пока а или сказал в платье цене сразу да уже кушать а я взяла еще концерт на черное но я чуть подумала больно черная над что-то радостное правда а чуть терпеливая нормально моем возрасте уже знаете что нет таких эмоций нет какой заразить ну кто так смеет у меня бабушка смеялась заливиста как колокольчик и всегда хотелось тоже смеяться вы знаете да она просто дурачиться я знаю что дурачиться но я все равно я-то ее знаю конечно вот удивительно что вы тоже ее уже знаете мои дорогие вы ниже нельзя читать секундочку корки так узнаем с одной ноты произведения ну тут же не это угадай с двух нот а вот это ты знаешь это просто отчумок а 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 сегодня буду играть каска плакала море буду играть все буду играть сегодня еще узнать но 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 Если бы ты знал, как мне жаль, если бы ты знал, как болит, если бы ты видел мою печаль в лицо. А цвет на стороне синяя. Короче, все, подготовилась я очень основательно концерт к сегодняшнему, понимаете, да? У меня и Киркоров, и Бузова, и Каска Плакала, и Зиверт Лайф. Короче, всех понабрала исполнителя. И море будет. Короче, все будет сегодня. А стоит шикарно звучит? А где код? Ну покажись, посоветуйте, дорогие друзья. Как вы думаете, маме вот в этом платье или в черном? Мамуль, выходи быстрее. Они тебе плохого не посоветуют. А в 8 вечера будет у меня целиком сольный концерт в прямом эфире. Собирайся, Маша. О, уже написали, да? О, Илля написала. Все, уже начался. Бля, Илля, Илля, Новикова, Иллина, наш продюсер. Бля, что, все уже, Илля? Ты почему мне волосы не вытянула? Вот скажи мне, а? Совести у тебя нет, дочь. Мамуль, быстрее. Илля, ты будешь записывать эфир, ладно, прямой? Все. Мам, иди покажи. Новикова, Иллиночка, да. Это наш продюсер. Будем собираться. Новикова, подписывайтесь на нее. Она очень крутая. Она устраивает мне концерты. Всем по побережью вообще. Ливан, я, Калашникова. У нее продюсер. Такая классная баба. Очень классная. Я ее очень люблю. Илля будет с моего телефона вести прямой эфир. Вот, Новикова, Иллина 1. Кстати, подписывайтесь на нее, потому что она иногда со своего ведет эфиры. Если у меня садится телефон, она со своего ведет. Она очень хорошая, Илечка. Очень хорошая. Это она нас сюда позвала с мамой, видите, уже второй раз. Так что, Илля, мои подписчики, НСТС, тебе очень благодарна, что ты нас всех сюда возишь. Всю семью. Инстасемью. Мам. Мама надела платье, короче, сиреневое. Говорит, Маша, по-моему, слишком молодежное. Вот, понимаете? Я говорю, мам, ну тебе же не 90 лет, чтобы думать, что ты старая. Бегом собираться. Эль, ну подожди, ну я еще стрелки не сделала. Ну, Эль, Элечка. Так, Машон, я тебя жду в ресторане на ужин. А, все, мама, срочно, все. А Эля, кстати, Эля здесь еще, Ирина? Эля здесь, вот она. А вот Элина, кстати. Платье покажи. А Элина, кстати, вот платье. А Элина, кстати, в номере, ой, в номере, на показе Кибовской первой выходила, вот этой черной короневой. А, это вот она была, да. Помните, с такой короны, вот на показе Кибовской она выходила, такая шикарная. Она какая-то мисс ведь была, Маш, первой. Она мисс Украина. Она мисс Украина. Так она, ты что думаешь? Ну, что думаешь, она высокая и красивая. Это я и говорю. Так, платье покажи быстрее. Стой, мам. Повернись, мы решим. Элина сказала очень быстро. Мам, повернись. Мам, тебя ждет вся семья. Пройдись и покажись. Мы решим, в этом или в черном. Павлинье хвост. Нет, сюда подойди, просто. Но не кружись, у тебя голова закружится, дай бог свалишься еще. Костей не соберем. Что, ты в себя поверила, что ли? И я так крутанулся. Мам, ну ты что? Господи, я думала, реально плохо стало. А лифчик это положено вместо платья сзади, да? Ну там вместо платья лифчик один. А ты без лифчика можешь выйти? Нет. В смысле нет? Как? Нет, не видно, мам, иди в нем. Ну, пожалуйста, иди в этом платье. Не хочу, чтобы ты в черном была. Машенька, все, я забыла. Мам. Такое платье красивое, ну все. Ну, прошу тебя. Потому что, Машенька, надо было за мной проследить. Как проследить? Я забыла, у него специально без гальта должен быть был. Какой без гальта? Ну, ищи. Ищи, писть королева, ищи. Мам, ну я не хочу, чтобы ты в черном играла в ресторане. Ну, я буду. А я не хочу в черном. Мне не хочешь, не играй, а мне придется, я не взяла свою бухгалтер. Как не взяла без гальта? Иди без нижнего белья. На доме 2 все ходили без нижнего белья. Ну, на доме 2 ходили без нижнего белья. Я не хочу, чтобы ты была в черном платье в этом. Мрачном совершенно. Вот покажи нашим подписчикам. Они все скажут, что нужно идти в сиренеум. А мам сейчас вторую померят, ждите. Так, все уже поужинали, а мы еще даже не начали. Ну, ладно. А черное тоже, кстати, крутое. Илья, куда нам идти? Напиши быстрее. Маша, время. Илья, куда нам идти? На какой этаж? Вниз идти, где сегодня завтракали? Блин, быстрее. Иль, скажи быстрее, куда нам идти? Илья написала, что мы опоздали на ужин. Да потому что он в 10 минут был. Ну, иди покажи платье, давай выберем. Ну, а что выбирать? Одно, одно и стол. Вот он. Ужасный. Иль, где мы были, да, сегодня? Шведский стол, правильно? Да. Где вот мы сегодня обедали? Иль, ну скажи быстрее, где обедали или нет? Я потерялась в двух соснах, Илья. Маша, ты для начала оденься. Для начала оденься. Ты в чем должна уже готова идти? Нет. Ну, давай, пошли тогда. Блин, я ничего не успеваю. Так, скрипку и складывай. А, все, Илья к нам идет. Она за нами идет, все. Маша, ты скрипку не берешь? Да, я пойду стрелки нарисую пока. Иль, покажись нам в эфире иди. Маша, ты скрипку сейчас не берешь с собой? Нет, я соберусь, складывайся, переодену. А что же я так дала? Да, Мира, подойди, скажи. Я стрелку нарисую. А что мне сказать? Я сейчас стрелку. Ну, ты же сказала, что сейчас... Маша, так же нельзя надолго уходить. Вы знаете, на самом деле это платье очень красивое. Оно очень эффектное. Оно вот здесь вот трикотажное. А сам вот этот воротничок, смотрите, стоечку. Вот он так откладывается. И внизу у него фалды, сделаны из тофты. И тофта такая, она знаете какая, ну как вам сказать? Она такими волнами идет, вот пузырями как-то пришита. Это очень красиво смотрится. К сожалению, я не могу читать, потому что, если я сейчас почитаю, вот прям мне так хочется послушать, что вы пишите, какие комментарии. Ну, не могу. Маш! Маш! Она стрелочки рисует, сейчас придет. Все! Да это, знаете, тоже очень красиво, жалко, что я его не могу надеть. Оно когда с другим бельем, оно так красиво смотрится. Еще я забыла бусы, я другие бусы надеваю. Знаете, такие вот есть у меня жемчуг кругленький, розовый, который на жемчужную свадьбу подарил Машин папа. И Машины черные надеваю, нам не привезла когда-то, и откуда-то я забыла. Маш! Спасибо, дорогие. Маш, вот иди сюда. Машуль. Ну, ты идешь? Стрелки подводят. Стрелки сделала, стрелки! Маш, а я не могу в экран смотреть, я не смогу играть, я не вижу, когда я зрение напрягаю. Ой, сколько прислали Наташа, сколько прислала? Я не могу. Вот смотреть не могу. Так хочется почитать, что вы пишете, и не могу, прям ужас просто. Ну вот, знаете, фильтры еще ведь так сделают с человеком, как будто не очень старые еще. На самом деле ужас. Такая старая. Когда вы сказали, что будет, мам такая... Стрелки, Канула, выходи! 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 Илья пришла. Пойдемте встречать Эли, быстро. Это наш продюсер. Сейчас пизды даст мне. Тише, тише, пизды сейчас даст. Как со стрелками лучше? Эля, наш пройдет, иди сюда, быстро. Это мисс Украина. Да, мисс Крым. Мисс Крым, ну тише. Эль, стой, стой, познакомимся. Я тебя еще не... Просто отмечала... Так, тише, показывай. Стой, да, я познакомлю всех. Так, все. Это моя Эля. Это продюсер... Какой центр? Подожди. Продюсерные... Смотрите, главное ее коронка, это тапки вот такие. Махрушечка. Какой у меня. Так, что есть на руке? Маша, ты не махрушечка, а лебяжий пух. Золотой браслет, боже. Стой, поздоровайся. Пошел вторая площадка. Вторая. Подожди, какое у нас расписание сегодня? На чайку мы едем концертовать. На конкурс. На конкурс. Покажи... Эль, покажи свою страницу. Новикова и Лима. Ну покажи, они... Моя семья. Да я скромненькая. Не надо уже все. Раз ты со мной, надо уже выходить из тени. Все, вот это моя подружка. Все. Ну как, она мой продюсер теперь. Вот. Она нам устраивает концерты. Элечка, мы идем на ужин, да? Да. Девочки, спускаемся. Все. Всем пока. Эль, сколько ты раз в неделю занимаешь спортом? Просто интересно. Три. Три раза в неделю, да? Да, я же сказала, у нее живот такой плотный. Эль, все, я готова. Смотри, какая я зато красивая. Красивая. Смотрите, стрелки сделала, я пища королева. Все. Дорогие друзья, мы идем ужинать. Потом на концерт. Продолжение следует...